Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру И мы поговорим сейчас о второй главе книги пророка Аггея. Снова точно датируя свое пророчество днями правления царя Дарьи и календарем, пророк Аггей от лица Господня обращается к Заровавелю, правителю Иудии, и говорит, пойди и скажи первосвященнику и людям, и Заровавелю, остался ли между вами кто-нибудь, кто видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Потому что, ну, конечно, не удалось восстановить дом Божий в том великолепии, которым его построил Соломон, с какими-нибудь там кедровыми перекрытиями, разными золотыми украшениями и прочее, то, что в старину назвали архитектурными излучствами. Господь говорит, ну, вы видите, что по сравнению с тем великолепием, которого было, это, в общем, не есть ли он в глазах ваших как бы ничто. Потому что, ну, вот вроде как построили что-то, они соорудили, они сами понимают, что это даже близко недостойно величию Божьего. Даже близко недостойно. И, ну, да, когда через несколько столетий Ирод пытается относительно успешно, но ненадолго, отстроить великолепие в Иерусалимском храме, ну, да, действительно, это вроде как все эти золоченности достойнее величия Божьего. Но Господь говорит вот этим людям, посмотрите, у вас получилось неказисто. Но зато я с вами. Зато вот завет мой, который я заключил с вами при исшествии из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Вот вы от любви ко мне построили то, что смогли в качестве Дома Божьего. И я это принимаю. И я с вами. Знаете, в общем, в каком-то смысле, как лепта вдовы. Помните, когда вот Господь с учениками, ну, так вышло, место в тени оказалось, устроился там на ступенях, недалеко от того места, где стояли ящики для пожертвований, и вот эта вот лепта вдовы. И он сказал, что она положила больше всех, потому что от недостатка, а остальные все от избытка и щедрот. Вот Ирод отстраивает храм от избытка богатства и из политических соображений. Ему это было важно там во внутренней политике Палестины. И это не очень ценится. А вот вы построили Хибару по сравнению с Соломоновым храмом. Но я с вами, потому что это было сделано искренне и по-честному. Вот как смогли, от сердца к сердцу, максимум. И это, на самом деле, потрясающая вещь. Потрясающая, потому что Бог принимает не масштабы дара твоего, а искренность сердца. Это очень-очень важно. На самом деле, конечно, материальная сторона церковной жизни касается в полной мере. Дух мой пребывает среди вас. Вот. И в этот храм, говорит Бог, придет желаемый всеми народами. Речь идет о том, что именно сюда придет Спаситель Христос. Потрясающее название, желаемый всеми народами. Бог, который видит наши сердца, видит наши сердца до глубины. Он говорит о том, что то, чего нам вечно не хватает, как все труды человека для рта, его сердце, его остается без насыщения. То, о чем мы все в глубине души мечтаем, не отдавая себе отчета, что мы обычно прячем, маскируем за какими-то желаниями прозаическими, сиюминутными и временными. Вот на самом деле, это потребность во Христе. Он нам нужен. Ты создал нас для себя, и метется сердце наше, пока не наполнится тобой. Вот придет желаемый всеми народами в этот дом, и я наполню его славой. И славы этого последнего храма будет больше, нежели прежнего. И на этом месте я дам тебе мир, говорит Господь. Вот слава будет больше прежнего, потому что Бог придет в этот храм непосредственным образом. Еще один фрагмент, очень тоже клирикальный, конечно, касающийся чистоты и нечистоты. Господь говорит, вот если вы несете нечто освященное, освященное мясо в данном случае, и прикоснулись к чему-нибудь, это к чему прикоснулись будет освященным? Ему говорят, нет, конечно. А если вы несете скверное, и прикоснулись к чему-то, это осквернится? Ему говорят, осквернится, конечно. Ну вот такова эта парадигма ритуальной чистоты и нечистоты. Очищенное, освященное. Не очищает, а скверненное оскверняет. В общем, мы, кстати, увидим в Евангелии отголоски этой парадигмы и некоторые несогласия с ней. Например, в вопросе, что больше, жертвенник или жертвенник, освящающий дар. Здесь же, собственно, смысл пророчества вот какой. Таков этот народ, таковы все дела рук их. Они что приносят, все нечисто, потому что потому что когда еще не был положен камень на камень в храме, в храме Господнем, вот вы все делали не чисто, с нечистотой, не в правде Божьей, не так, как надо было, и поэтому у вас ничего не получалось. Вот таков этот народ, таковы все дела в руках. Что бы вы ни делали, если вы не в правде перед Богом, это все окажется нечистым. Но теперь, когда люди обратились к Богу, когда Дом Божий основан, пусть он не так величествен, тем не менее, вот теперь Бог говорит, мое отношение меняется, я буду теперь благослов... От всего дня я благословлю и виноградную лозу, и смоковницу, и маслину, и так далее. И в конце Господь обращается к Зарававилю через пророка Аггей, говорит, я потрясу небо и землю, неиспровергнут престол и царств, они будут поражать мечом один другого. Но ты, говорит он Зарававилю, на месте этом будешь пребывать, и я буду держать тебя как печать, как знак того, что благоволение Божье существует, как знак того, что посреди всех кровавых перипетий человеческой истории есть некоторая верность Богу, не грандиозная по масштабам, а действительно величительной своей преданностью, вот как у Зарававиля, который Бог благословляет и от который Бог не отступится. Субтитры Субтитры Субтитры